Сегодня будет что сказать. Мы сегодня по старому календарю все еще празднуем Рождество Христово. Мы такие христиане, которые празднуют все христианские праздники. Все то, что имеет отношение к Иисусу Христу, мы празднуем. Я верю в то, что Бог нас за это не осудит. Тема моей проповеди сегодня будет короткая. Я хотел бы поделиться чем-то своим сокровенным. И хочу поделиться сегодня, что лично я праздную каждый год на Рождество. Что лично я праздную в течение всего года. Можно еще такой вопрос задать. И вы знаете, действительно в моем представлении Рождество Христово сегодня по всему миру вылилось в какое-то такое течение, которое в принципе люди уже, я думаю, что большинство людей на земле даже не понимают значение Рождества Христово или значение этого праздника. Для кого-то это просто подарки, для кого-то это веселье, для кого-то это радость, для кого-то это елка, для кого-то это что-то под елкой, ну и так далее и тому подобное. Но извините меня, может быть, за такое дерзкое заявление. Я думаю, что даже много христиан до конца не понимают значение Рождества. Вот именно этим сегодня я хотел поделиться. И вы знаете, чтобы просто вот как-то донести до нашей поместной церкви, до вас, и кто нас смотрит регулярно по телевидению. Я придумал такую метафору, да, образно, я буду говорить сегодня какими-то аллегориями. Мне нравится такой пример. Вы знаете, есть такие насекомые, которые называются термиты. Кто слышал о термитах? Термиты очень уникальные насекомые, они внедряются в дерево и начинают там строить свое царство. Это настоящее царство. То есть если посмотреть таким микро-видеокамерой в их царство, то вы увидите там какие-то колоссальные строения. То есть если это дерево, то оно просто вот так буквально испещрено какими-то ходами, какими-то такими архитектурными реально сооружениями, которые просто даже современные архитекторы не смогут повторить. Если они куда-то проникнут в какой-нибудь дубовый шкаф или в дубовый сундук, они постепенно строят внутри этого дерева свои какие-то вот такие сооружения. И что в конечном итоге происходит? В конечном итоге происходит, что они настолько выгрызают всю вот эту древесину и потом используют этот материал, они там где-то что-то наклеивают с помощью специального такого клея, который они же сами производят. Но в конечном итоге заканчивается все тем, что когда человек подходит к какому-то сундуку или к какому-то шкафу, просто какое-то одно прикосновение, один какой-то толчок, и вдруг в один момент весь этот шкаф рассыпается. Рассыпается просто в труху, и из этой трухи вылезают какие-то такие не очень приятные насекомые, которых люди начинают чем попало, и там просто вот так колотить и просто убивать, потому что это, во-первых, неожиданно, во-вторых, это очень неприятное зрелище, когда у тебя вдруг из шкафа вылезает просто тысячи каких-то насекомых. И я хочу привести такую аллегорию в плане того, что когда-то Билли Грэм привел такой пример, что если бы человечество сравнивать с муравейником, то Бог, он здесь выступает, то есть человек может подойти к этому муравейнику и пытаться там что-то как-то до них докричаться, как-то научиться разговаривать на муравейном языке, и, конечно, у него ничего не получается, и люди воспринимают человека как какие-то стихии, то есть там палочка поковырялся, а у них там землетрясение. И можно даже так сравнить о том, что если муравьев или термитов сравнить со всем человечеством, то по сравнению с той пропастью, которую представляет человек между насекомым, также эта же пропасть, она между Богом и человеками, несмотря на то, что мы созданы по образу и подобию Божьему, человечество отошло от Бога так далеко, что на сегодняшний день эта пропасть, она все больше и больше катастрофически увеличивается. И люди похожи на термитов, потому что они пытаются строить что-то из тех ресурсов, которые они имеют, но вы знаете, что интересно получается? Вот термиты думают, что они построили что-то прекрасное, они думают, они гордятся тем, что они построили такое уникальное царство, и они не знают, что вот еще один толчок, и все их царство мгновенно, в один момент просто разрушится. Человечество сегодня стоит на грани каких-то своих достижений, каких-то архитектурных зданий, небоскребов во всех странах. Уровень цивилизации вырос до некуда, то есть сравнить просто не с чем. И всю силу, всю энергию Земли человечество, значит, на что направило? То есть эта энергия накоплена на сегодняшний день человечеством для того, чтобы эту же Землю уничтожить. Вот сегодня мы живем на пороховой бочке с вами, в том плане, что если какой-то один неадекватный найдется человек, который просто нажмет на одну красную кнопку, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, и в один момент это провоцирует какой-то вот такой, знаете, на самом деле, то есть взлетят в небо много-много ракет, о чем пророчествовал Альберт Эйнштейн, он говорил о том, что если начнется Третья мировая война, то Четвертая, если кто-то останется в живых, будет опять с каменными топорами, потому что ничего в живых просто не останется, потому что это ядерная война. И вот, казалось бы, накопить энергию, все свои человеческие какие-то достижения, достижения эволюции только для того, чтобы уничтожить Землю. И это делает человек, это делаем мы с вами, потому что мы молча просто на самом деле смотрим, созерцаем всю вот эту картину. Я хочу открыть одно место, которое написано в Библии, я думаю, что мы все это место прекрасно знаем на память, и оно написано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих, но здесь я хотел бы открыть не только 16 стих, где говорится о том, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего», в другом переводе написано, что послал Сына Своего Единородного, дабы или чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дальше Библия продолжает, здесь написано так, 17 стих, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И вы знаете, как-то я получил какой-то, знаете, такой посыл, я верю в то, что Бог задал мне такой вопрос, если бы ты был бы Богом, вот что бы ты сделал для того, чтобы спасти этот термитник, или на самом деле муравейник, который стоит уже на грани самоуничтожения? Ну, я начинаю размышлять, вы знаете, Бог не против того, чтобы мы мыслили Божьими категориями, потому что Библия говорит о том, что мы имеем разум Христов, мы познали, что есть чувствование во Христе Иисусе, мы, написано в прошедшем времени, мы познали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Мы имеем полное право мыслить категориями Бога, то есть мыслить так, как Бог мыслит. Я задаю просто себе вопрос о том, что если бы так возникло, то я бы как-то попытался бы там как-то докрещаться до них, чтобы они выходили из этого сооружения, чтобы они спасались, может быть, там каких-то своих термитов, которые там как-то меня понимают, на мою волну настроены. Ну, и Бог говорит о том, что да, я то же самое делал, я тоже посылал своих посланников, но Библия говорит о том, что они их всех перебили, поубивали. Ну, тогда я бы подумал так, что я бы, может быть, сам как-то вот так, ну, если я Бог, то я могу все, я бы сделался сам термитом, пришел бы в это царство и как-то сам бы попытался докрещаться до них. И Бог говорит о том, что я это тоже сделал, я послал Сына Свою, я пришел во плоти. И вот здесь вот, знаете, я хотел бы сконцентрировать еще раз ваш фокус на том, что Иисус Христос на самом деле не рождался. Бог не может рождаться, потому что у Бога нет ни начала, ни конца. Что произошло две тысячи лет назад? Две тысячи лет назад, как Библия говорит о том, что Слово стало плотью и обитало среди нас полное благодати и истины. Это вы можете прочитать в Евангелии Атана, в первой главе. То есть сам Бог пришел на эту землю, но опять же Евангелие говорит о том, что они и Сына Божьего, что сделали? Убили. Просто распяли его на Голгофском кресте. Свои не приняли его. И вы знаете, что мы празднуем каждый год, постепенно Рождество вылилось в большей степени в чествование Марии, Девы Марии. Мы поем песни о том, что она позволила Богу прийти, она позволила Иисус Христу родиться. Мы сегодня пели эту песню. И это все прекрасно. Потому что это исполнение пророчества, где сам Дух Святой через Марию говорит о том, что и будут ублажать меня все народы. И вы знаете, это уникальное пророчество, потому что откуда она знала или Бог знал, потому что Иисус-то пришел не ко всем народам. Иисус сам говорит, я пришел к погибшим овцам Израиля. И когда одноязычница подбралась к нему и говорит, вот, пожалуйста, исцели, Иисус сказал ей довольно, унизительно даже сказал, я не могу забрать у детей своих и бросить псам. И потом, чуть позже, когда она говорит, ну и псы собирают крохи, со стола Господ своих, и тогда Иисус говорит, поворачивается к этой язычнице и говорит, я веры такую не видел даже среди Израиля. Среди всего Израиля я не нашел такой веры, как вот из этой язычницы. А Дева Мария это знала. Она говорит о том, что будут ублажать меня все народы, все нации, что мы и делаем каждый год. Я бы хотел сказать о том, что вот праздник Рождества Христова, он намного глубже. Это не празднование рождения Бога, потому что, ну, Бог меня спросил так, вот ты бы хотел бы, чтобы твое день рождения, как Бога, праздновали на земле или там в том термитнике. Я хочу сказать, сам этот вопрос, он абсурдный, потому что, ну, просто, если бы мы сегодня спросили у Бога, Бог, тебе нравится, что мы празднуем твой день рождения? Бог бы посмеялся. Есть в одном месте, где в Библии написано, что Бог посмеялся. Потому что это абсурдно, потому что Бог не может рождаться. Просто Он когда-то пришел на эту землю. Просто, вы знаете, Он пришел для того, чтобы оставить нам какие-то, я бы так сказал, настройки. Настройки во Святом Духе. То есть, когда мы входим, погружаемся, это явление получило название крещение Святым Духом, мы погружаемся в Святой Дух, мы получаем определенные настройки. Какие это настройки? Это исполнение заповедей Божьей. Возлюби Господа Бога всем сердцем, возлюби Близнего, как самого себя, пребывайте в том и в том, для того, чтобы хранить себя. Для чего? Для того, чтобы, если бы я был вот на этом месте, на месте Бога, то я бы сказал так, то я бы пришел бы туда, я бы показал бы путь, то есть, я бы там в этом термитнике проделал дырочку такую, определенный такой портал, и вот показал бы путь о том, что выбирайтесь за мной через вот эту дырочку, и тогда спасетесь. Чтобы в ваших головах были какие-то определенные настройки, чтобы вы меня понимали, вот читайте определенную такую, знаете, карту навигации, GPS, ну, стройте себе, вот, настроитесь на эту волну, и двигайтесь вот в этом направлении, там портал. Я хочу открыть сегодня еще одно такое место, которое написано во втором послании Петра. Второе послание Петра, третья глава с восьмого стиха, давайте мы вместе прочитаем. Петр, руководитель Иерусалимской церкви, один из толпов первой церкви, пишет нам, «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Вот это от нас не должно быть сокрыто. Что сегодня празднует в Израиле? Вы знаете, летоисчисление в Израиле, оно идет по-другому. В этом году в Израиле будет какой год? 5779 год. То есть, это конец, по Божьим критериям, это конец всего лишь шестого дня. Можете себе представить? У Бога, вот у нас тысячелетие проходит, а у Бога это всего лишь шестой день заканчивается. А на седьмой день, что Бог делает? На седьмой день Бог почил, написано. То есть, Он на самом деле успокаивается от всех своих дел. Вот это тоже одно из таких пророчеств. У Бога всего лишь шестой день заканчивается. Удивительно, правда, да? То есть, для Него вот это время вот так, просто пролетает вот так, мгновенно. Так и написано. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Девятый стих. «Не медлит Господь исполнением видования, как некоторые почитают, то медлением». Очень много людей, даже именно среди христиан, среди ортодоксов, ортодоксальных евреев, среди мессианских евреев, «Господи, почему Ты медлишь? Где Ты? Мы ждем Тебя. Почему Тебя нет?» Но написано, «Но долговать...» Он не медлит, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не медлит. Он что делает? Он долго терпит, Он ждет, когда все, насколько это возможно, кому это только возможно, кто настроится на эту волну, чтобы они настроились на спасение, чтобы они вышли, чтобы все пришли к покаянию. Желание Бога, чтобы все пришли к покаянию. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшиеся, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят». В один момент. Знаете, на что это похоже? Я как-то один раз прочитал вот это место, я просто увидел, так это же атомная война, это ядерная война, когда в один момент, когда на самом деле просто вот так вспыхнет, эта земля может просто вот так сгореть со всем тем, что на ней происходит, со всеми ее делами. Иисус Христос об этом предупреждал, и это написано в последних гламбах Евангелия от Матфея. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам?» То есть смотрите, на что Петр нас направляет. Вам надо направить все свое старание на то, чтобы сохранять свое благочестие. То есть настроить свои мозги, свои сердца на то, чтобы быть чувствительным к Святому Духу и водиться, выходить из этой катастрофы, глобальной катастрофы, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Аллилуйя! Чудесное обетование, мы в них верим. Еще одно место, которое я хочу сегодня прочитать, оно написано в первом послании Петра, того же самого Петра, в первой главе. Первое послание Петра, первая глава. Сейчас я открою. С третьего стиха здесь написано так. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возразивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, купование живому, то есть мы во Христе Иисусе получаем новое рождение, становимся новыми творениями, подобными Богу, мы получаем образ Христов в наших сердцах, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Силу Божию через веру, соблюдаемую ко спасению. То есть сила Божия нас что делает? Она соблюдает нас ко спасению, она ведет, она выводит нас. Осем радуйтесь, поскорпев теперь немного, если нужно, от различных ускушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но вера в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславной. Достигая, наконец, веру в ваше спасение душ. К всему-то спасению относились изыскания и следования пророков, тех, которых убили, те, которые были посланы, те, которые были на волне, те, которые передавали слава Бога и просто уничтожили, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на которое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христово страдание и последующую за ними славу. Чуть-чуть ниже написано с 15 стиха. «Но по примеру призвавшего вас святого, и вы сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Так говорит Господь. Давайте мы немножко вернетесь, потому что там я не дочитал во втором послании Петра. И здесь дальше мы можем продолжить о том, что... Впрочем, второе послание Петра, третья глава с 14 стиха. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подсчитесь явиться перед ним нескверненными, непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данному премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно-разумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Вы знаете, здесь столб в Иерусалимской церкви, он дает нам такое подтверждение. Вы знаете, я как-то сталкивался несколько раз с ортодоксами, с ортодоксальными евреями, и даже было столкновение с мессианскими евреями, которые ушли в какую-то определенную такую ересь, откровенно говорю. И эти люди, они и по сей день ненавидят просто апостола Павла, бывшего Савла, бывшего фарисея, бывшего законника. Они ненавидят его люто ненависть и говорят о том, что все то, что писал апостол, это абсолютная полная ересь, это все ложь. Но мы получаем сегодня заверение от самого уважаемого еврея, понимаете, от такого. Его можно сказать, он был и ортодоксом также, он также был учеником Иисуса Христа, и потом он стал столпом церкви. Он утверждает о том, что мы должны слушать послания апостола Павла и принимать их как за истинные, как за верные, несмотря на то, что они неудобо вразумительные, понимаете, их сложно читать, потому что Павел пишет, как человек с высшим духовным образованием. Не все его понимали на то время, но он писал истину. 17 стих. Итак, вы, возлюбленные, будучи предваренные о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься из заблуждения беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. И вы знаете, также у Петра написано о том, что в вере вашей покажите добродетель, кто помнит это место, в добродетели вашей покажите рассудительность, в рассудительности вашей покажите братолюбие, в братолюбии вашем покажите любовь. И таким образом откроется для вас свободный вход в Царствие Небесное. Смотрите, апостол Петр пишет о том, что если мы сделаем все так, как написано в Евангелии, если мы настроим наши настройки на Святой Дух, то мы не только для себя откроем вход в Царствие Небесное, мы, как Церковь Божия, мы стоим у врат. Вы знаете, это не происходит после смерти, когда вот на самом деле там рассказывают всякие такие истории, говорят о том, что вот умер человек, пришел при врата, и там апостол Петр его стоит, ждет. Я хочу сказать, это уже на земле здесь происходит. И те, которые стоят у врат, у открытых, свободных ворот, это и есть Церковь Христова. Мы для этого призваны. Мы имеем колоссальную власть, которую, может быть, еще не каждый до конца оценивает. Мы имеем власть на земле связывать, и это будет связано на небесах, так говорит Иисус Христос. Мы на этой земле имеем власть развязывать, и там на небесах это будет развязано, это будет свободно. Мы стоим у входа в Царствие Небесного. Мы или можем отталкивать от Царствия, от этих ворот, как это делают фарисеи, потому что Иисус Христос обличает и говорит о том, что они и сами не хотят входить, и других не пускают. Или если мы живые христиане, мы стоим у открытых входных ворот. Вы знаете, для меня первая разность, когда я первый раз открыл это Писание, и для меня, знаете, просто открылось. Для меня в какой-то момент, когда я был верен в каких-то обетованиях, когда был верен в своей вере, когда мое упование было испытано, когда Бог просто наполнил мое сердце и расширил его в своей бесконечной, какой-то безграничной любви, я увидел, что для меня врата, вход в Царствие Божие открылся. Ну, вы знаете, просто потом через какое-то время я понял, что это было бы эгоистически, что если бы Царствие Божие было открыто только для меня, потом я начал стараться вводить всех своих друзей, своих родных, близких. Потом, когда это начало происходить, я пошел дальше о том, что просто я призван и к тому, чтобы и дальних, и незнакомых, и тех, которых я первый раз вижу, спасать, потому что Земля сегодня, она стоит вот-вот буквально. То есть одна какая-то искорка, один какой-то, знаете, просто вот, ну, просто один какой-то момент, который может что-то спровоцировать, и это просто вот так все взлетит, и это все просто зажжется и просто сгорит. И что я праздную? Что я праздную каждый год? Вы знаете, давайте мы откроем пророк Исаия, 9 глава. 9 глава пророка Исаия. Кого Бог послал на эту землю? Это было Слово Божие, это был Единородный Сын. У пророка Исаия, и это пророчество было написано более чем 700 лет преди Рождества Христова. Бог все знал, да? Бог все знает. Он всеведущий. Он многомилостливый, он долготерпеливый. 6 стиха написано, Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Сын с большой буквы. Потому что это Сын Божий. Владычество Нараменной Хибой нарекует ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правду отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Смотрите, как названы это имена Иисуса Христа. Перечисляется. Он есть чудный, то есть он есть чудесный. Он тот, кто творит чудеса. Я бы так сказал, что то, что для Бога естественно, для нас это чудеса. И наоборот. И вы знаете, когда мы на самом деле просто мы видим какое-то исцеление, что Бог исцелил кого-то там парализованного от рождения или слепого от рождения, для нас это чудо, но для Бога это нормально. В том плане, что для Него это естественно, потому что в Его царстве, в царстве Бога нету слепых, нету парализованных, нету хромых, нету глухих. У Него все здоровые. И это да и аминь. Потому что это царствие Бога. Там никто не болеет. Там все юные. Там эта юность обновляется. Там предназначена какая-то вечность. Он есть советник. И вы знаете, вот это советник. Вот в моей жизни Бог советник. Потому что я по всем вопросам иду к Нему и по всем вопросам с Ним советуюсь. Для меня это молитва. Потому что вы знаете, просто как-то так вот размышляйте о том, что мы там как-то даже это по времени как-то рассчитываем. О, я сегодня молился час. Кто-то говорит, о, я молюсь в день где-то по 20 минут. А я молюсь 4 часа в день. И мы считаем, что это какой-то супер духовный молитвенник, который 4 часа в день молится. Потому что в Южной Корее у них это как бы стартовая площадка. 4 часа. Но, вы знаете, вот просуждайте так. Вот Бог, Он советник. Бог не хочет так, чтобы мы просто приходили к Нему по какой-то программе. О том, что пришел, утром встал, вот отмолился свои 4 часа и потом, ну все, до свидания, Бог. Там я свою планку, короче, взял, пошел дальше. Это как если представить, что, ну, например, у меня есть любимая жена, да, и я говорю так, что, слушай, у меня по плану, вот мой рекорд это общаться с тобой 30 минут в день, и я этот лимит уже сегодня выполнил. Все, до свидания. Ну, в том плане, что я пошел делать свои дела, а завтра мы с тобой пообщаемся 40 минут. Вот. И это будет для меня рекорд, новый рекорд, и мы запишем его в свою книгу Гиннеса, или Генесса, да, или Генони. Вот. И здесь вот этот момент о том, что мы не призваны вот так обращаться к Богу только по каким-то своим эгоистическим каким-то вот таким меркантильным интересам, о том, что что-то надо, пошел, помолился. Ничего не надо, не молюсь. Бог — советник. Вот на самом деле, не стесняйтесь к Богу обращаться по всем вопросам, абсолютно. То есть я обращаюсь к Богу по всем вопросам. И это выливается в молитву. То есть я там про себя что-то, вот мне что-то непонятно, я обращаюсь, Водишь, я что-то не понял, я обращаюсь. Водишь, вот где-то куда-то пошел. Дайте мне время помолиться. Я пошел, обратился. И это выливается. Я не считаю сколько, потому что посчитать это невозможно. Поэтому апостол Павел говорит, что он говорит? Постоянно молитесь. Постоянная молитва, это постоянное общение. То есть для меня критерия о том, что я считаю так, что просто я к этому стремлюсь. Я стремлюсь к постоянному общению, взаимодействию с Богом. Если взять мою супругу о том, что мы постоянно в общении, То есть мы постоянно чувствуем друг друга. Мы не меряем, ну в том плане, что я не считаю, сколько я в день общаюсь со своей женой. Я считаю, что критерий или эталон о том, что вот постоянно быть как бы вот так в зоне доступа. Слышите меня, да? В зоне доступа. Вы знаете, расстояние до Бога, кто-то очень хорошо сказал, расстояние одной молитвы. Просто помолись, и Бог уже вот, мгновенно, он в твоем сердце. Бог есть Отец Вечности, Бог крепкий. Библия называет в пророчествах о том, что Иисус Христос есть Бог. В этом у нас не должно быть никакого сомнения. Кто бы нам чего не говорил о том, что Иисус Христос, да какой это Бог? Да это просто человек. Да что вы вообще думаете, что вообще там вам взбрендило? Это был просто какой-то обычный человек. Вот это абсолютно полная ересь. Иисус Христос есть истинный Бог, и Он есть истинный Господь. И поэтому Он есть истинный Спаситель, который пришел на эту землю и проложил путь. Он родился, и в этот момент, вы знаете, когда Иисус как бы родился, на самом деле, я хочу сказать, для нас что-то родилось. В тот момент, когда младенец родился, Бог пришел, да, Слово стало плотью. На самом деле, это не Бог родился, родилась надежда. Для нас родилась надежда. Вы слышите меня? Для нас родилась надежда на то, что мы будем спасены. Потом Иисус совершает весь свой путь, оставляет свое мощное учение, о котором никогда на земле никто ничего подобного не говорил. Потом совершает то, что Он запланировал. Он полагает жертву. Он пришел как агнец, жертвенный агнец. Он проливает свою кровь, которая искупила нас от греха, от рабства, от дьявола, от проклятия, от каких-то болезней. Все, ранами Его мы исцелились. Аминь или не аминь. Все. Мы спасены, мы свободны. Я хочу сказать, вы знаете, в чем моя радость сегодня? Что я сегодня праздную? Что я праздную каждый год? В моем сердце радость от того, что для меня, для моих родных, для моих близких, там, дальних, небеса открыты. Портал открытый. Вход. Так откроется вам свободный вход в Царствие Небесное. Апостол Петр, он просто так утвердительно, он нас просто на самом деле утверждает. Он говорит, даже не сомневайтесь, если вы возрастаете, если вас это умножается, умножается ваша вера, упование, братолюбие умножается, ваша любовь, для вас небеса открыты. Если вы во Христе Иисусе, для вас небеса открыты, вы не только сами можете входить, вы можете туда вводить. Понимаете? И вот это радость, что для нас родилась надежда, для нас родилась любовь, для нас родился доступ. В любой момент через жертву Иисуса Христа мы входим куда? Да мы входим во святая святых Богу. Слышите меня? Благодаря драгоценной крови Иисуса Христа. Вот просто. Я хочу сказать, смотрите, какая надежда дана христианам. Вот если даже этот весь мир взорвется, и все будет просто уничтожено. Мы куда сразу идем? Христиане сразу идут. Минуя суд, написано верующий в Иисус Христа, на суд что? Не приходит. Мгновенно наши сердца, они уже там, в самом великом царстве, в царстве радости, в царстве любви, где никто не болеет, где никто не стареет. Вы верите в это вообще? Это все в Библии написано, это не я придумал. Это все есть. Но это же надо знать, это же надо читать, это же надо соблюдать, это же надо практиковать, это же надо умножать. Потому что если ты Библию не читаешь, если ты не молишься, твои настройки сбиты. Я обязан тебя как пастор предупредить. Твои настройки сбиты, и ты днем ходишь как в потьмах, обо все спотыкаешься, потому что твои глаза закрыты, они ничего не видят. Аминь или не аминь? Так чему мы сегодня радуемся? Мы радуемся как христиане. Вы знаете, я сегодня стою у открытых ворот, и у меня такое двоякое чувство. Когда кто-то входит, я кому-то указываю путь, мое сердце, все небеса радуются, обо мне кающейся душе. Но один входит, а тысячи отказываются входить, пренебрегают, не хотят служить. Сегодня уже целые страны, на самом деле можно просто приводить, целые страны отрекаются от веры в Иисуса Христа, просто отрекаются, говорят, не надо нам ничего говорить при Христа. Мы ничего про Него не хотим слышать. Мы ничего не хотим про Него слышать. Это сегодня и Франция, это сегодня и Англия, это сегодня практически весь Европейский Союз можно вот так просто смело брать, когда люди уже просто вот так. Ну, это было когда-то. Давайте мы это просто забудем. Япония, да, на самом деле самая такая самурайская страна, которая просто вот так категорически. Мы ничего не хотим слышать. Но слава Богу, что очень много стран, все еще приходят, и те племена, которые еще там, может быть, никогда не слышали, миссионеры туда приходят, и, знаете, обычно всегда, когда какая-то нация, целая народность приходит, это сопровождается невероятными знамениями и чудесами. Люди там воскресают из мертвых, это в Африке сейчас происходит. Люди получают невероятное исцеление, и тем самым просто показывают о том, что Иисус Христос и сегодня живой. Он на самом деле не медлит, он долго терпит. И он ждет, когда, насколько это возможно, все придут к покаянию и ко спасению. Бог не медлит, давайте мы это запомним, да? Бог нас долго терпит. Я уже сегодня заканчиваю. Я хотел открыть последнее место, которое написано в книге Откровения, в последней главе 22-й. Написано так, апостол Иоанн восклицает в 20-м стихе. Смотрите, как апостол Павел жил, апостол Иоанн жил. «Свидетельствующие сие говорит, ей гряду скоро», это слова Иисуса Христа. Иоанн ему отвечает, как бы вторит, «Аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Ей гряди. Апостол Иоанн этими словами говорит о том, что Иисус говорит, «Я уже скоро приду», потому что для Него тысячи лет, как один день. Иоанн говорит о том, что «гряди, Господи, гряди, я Тебя жду, я готов». Можешь ли ты сегодня сказать, что ты готов встретиться с Иисусом? Можешь ли ты сегодня сказать, что Иисус Христос в тебе, потому что Он капитан, Он тот, кто обязан просто стоять. Если ты хочешь спастись, Он обязан, Он призван в твоей жизни стать капитаном, стать у руля, стать кормчим. Библия говорит о том, что наш язык, маленький орган, но очень много огня зажигает. Тот, кто должен владеть нашим языком, тот, кто должен говорить через нас, аминь или не аминь. Можешь ли ты так сказать, о том, что «О, Иисус, Господин в моей жизни, Он капитан, Он мой капитан, Он мой кормщий, я всегда в зоне доступа, я всегда могу призвать, и Он тут же отвечает мне, Иисус, мой Бог и мой Господь». Я хочу сказать, тогда это твой праздник сегодня. Слышите меня, да? Если ты этого не можешь сказать, я хочу сказать о том, что, ну тогда не поздно, тогда призови имя Господне. Потому что Слово Божие говорит, что всякий призвавший имя Господне, что? Спасется. Потому что сердцем верует в праведности, устами исповедует ко спасению. Давайте мы встанем сегодня, еще раз склоним наши сердца перед нашим Иисусом, который Бог, который пришел на эту землю, который стал человеком, который единственный, кто может настроить нашу навигацию на правильный выход, который единственный может нас спасти, потому что только Он есть дверь, только Он есть путь, только Он есть истина, и только Он есть жизнь. Только Он ведет нас к вечной жизни. Давайте мы повторим эти слова. Дорогой Иисус, еще и еще раз вводи в мое сердце, вводи в мою жизнь, стань Господином моей судьбы, возьми мою уста, омой все мои грехи своей драгоценной кровью. Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты сделал меня счастливым и успешным человеком, чтобы привлекать как можно больше неспасенных людей и вводить их в Царствие. Спасибо Тебе за то, что Ты принял в нас свою Божью семью, и что теперь мы Твои дети, и Ты наш Небесный Отец. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, и народ Божий скажет Аминь. У всех сегодня праздник? У всех сегодня Иисус в сердце. Это самое главное. Будьте благословенны. Аллилуйя. Да, сегодня...